Помню еще в детстве замечал, что женщины постоянно без всякой объективной причины устраивают скандалы. И наверняка замечал это не только я один, ведь за поведением собственных матерей, наверное, могли наблюдать практически все. И вот смотришь такой на нее и думаешь, сука, ну что ты творишь, ведь все же спокойно было. И когда такое поведение я наблюдал раз за разом со стороны разных женщин, то пришел к выводу, что, наверное, им не надо, чтобы было спокойно. И все эти рассказы про какую-то счастливую семейную жизнь, где все друг друга любят, ценят и уважают, это миф. Бабам не нужна спокойная жизнь, им нужна постоянная драма. Естественно, пока мы были маленькие, у собственной матери никто не мог спросить, а почему же ты так себя ведешь? Ну вот уже когда вырос и стал общаться с посторонними женщинами, то такая возможность появилась. И на вопрос, а зачем ты устраиваешь скандал на ровном месте, каждая отвечала мне практически одно и то же. Ой, а я даже сама не знаю, что со мной происходит. Вроде чувствую, что делаю плохо, но ничего не могу с собой поделать. То есть баба как бы дает понять, что в этот момент она себя не контролирует, и поэтому с нее вроде как взятки гладкие. И поэтому и отвечать за то, что она сделала, вроде как бы не должна. Ну какой с нее может быть спрос, если в этот момент она была как бы недееспособна. Но такой ответ на вопрос меня никогда не устраивал. Я всегда рассуждал так. Если баба под себя не гадит, то значит все-таки, когда захочет, она себя контролировать может. Единственное объяснение такому поведению, которое я смог для себя найти, это безнаказанность. Вернее, даже объяснение два. Безнаказанность это только одно из объяснений. А второе объяснение это то, что мы думаем о женщинах лучше, чем они есть на самом деле. Внешний вид женщин, а также наше воспитание, вводит нас по поводу них в заблуждение. То есть внешне женщина вся такая красивая и милая, а внутри-то как человек она говно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова